Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Редухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме. Часто, к сожалению, многие слышат такую фразу. Не будем говорить, что прямо часто, но я думаю, многие слышали, что «Прости, ты не в моём вкусе». Что же эта фраза часто означает? Давайте сегодня разберёмся. Потому что действительно, с одной стороны, это звучит очень обидно. Ну как, как, вроде я вот такой красивый, особенно молодые люди, это особенно такая прерогатива девушек, да? Ну что, что-то надо сказать, скажу, ты не в моём вкусе, да? И для многих мужчин, да, молодых людей, в дальнейшем мужчин, она очень серьёзно, негативно действует на их отношение к себе. То есть, что же значит во мне не такого? Почему вот там Мишка в её вкусе, а я не в её вкусе? Поэтому давайте сегодня разберёмся. Я крайне хочу, чтобы у вас не было никаких комплексов по поводу этой фразы, да? И сегодня мы с вами разберёмся. Друзья мои, мне очень интересно знать ваше мнение. Что вы думаете про эту фразу? Почему девушки, молодые люди, очень часто её используют? Также, друзья мои, если вы не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться. Делитесь вашим мнением в комментариях и задавайте интересующие вас вопросы. Ну что же, это такая за очень, с одной стороны, обидная и неприятная фраза. Ты не в моём вкусе. Я вроде бы за ней ухаживал, да, со стороны мужчины. Так, разберём. Я вроде тут и собирался, и деньги копил, и свидания ей устраивал. А я вот раз и не в её вкусе. Как же такое вообще может быть? Да, часто девушки, которые не хотят строить отношения с мужчиной, часто не хотят даже обидеть. Может быть, ей и нравится мужчина, но по какому-то поводу девушка решила с ним не встречаться. Очень сложно вообще понимать женщин, я вам честно скажу, как женщина, как рач-акушер-гинеколог, потому что у женщины всё может поменяться буквально за пару минут. И женщина может безумно влюбиться в молодого человека, а потом там ей какая-нибудь подружка или какая-нибудь знакомая скажет, да он, да я его видела, он шёл с двадцатью девушками в обнимку, там я не знаю, что он устраивал в кино, да, и так далее. И девушке становится обидно, и она может просто, не разобравшись, сказать, ты не в моём вкусе, да. Там, безусловно, у каждой женщины, у каждого мужчины есть какой-то определённый эталон, да, стереотип мужчины и женщины, с которым бы, вот кто бы им нравился. Но, кстати, скажу вам по секрету, да, может быть, есть в голове какой-то вот образ, но часто это образ вымышленный, да, среди, там, певца, звёзд шоу-бизнеса, или актёра, или, там, и сказки принца. Мама читала в детстве, да, сказку про Золушку, и там вот сложился образ принца, там, кудрявый, допустим, кореглазый или голубоглазый, и вот женщина вот всю жизнь ждёт этого голубоглазого, кудрявого принца. Но часто образ с образом, а именно отношения складываются совершенно с противоположной внешности человеком, да. Поэтому потом уже женщина начинает вставлять и мужчины характеристику именно по характеру, характеру, да. То есть, там, допустим, целеустремлённость, отзывчивость, там, юмор, харизма и так далее, а не только по внешним данным. Поэтому это действительно такой очень интересный факт, очень интересный, на который, безусловно, стоит обращать внимание. Ну, что же это означает «ты не моём вкусе»? На мой взгляд, это выражение, которое не хочет вас обидеть, с одной стороны, да. То есть, нет цели вас обидеть, но человек даёт понять, что ты мне не безразличен, да. То есть, ты мне безразличен. Но, опять же, нельзя говорить, что ты вообще не нравишься. Вот если трактовать это выражение, кстати, многие психологи, да, трактуют «ты не моём вкусе», но ты мне, да может, друг, вот частая причина, когда молодой человек и девушка дружат. Вот они дружат, 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 а потом раз, и девушка говорит «а, я же тебя любила всю жизнь, какая Маринка, я тебя всю жизнь люблю, я с тобой 10 лет хожу, я тебя, дорогой, люблю». А молодой человек может растеряться «ты же, ты же мне друг, поэтому ты не моём вкусе, как девушка, потому что я даже про это не думала». А потом они начинают любить друг друга и жить вместе. Поэтому вот эта фраза, я никогда не рекомендую на неё обращать какое-то вот такое острое, застрять внимание, что всё это не в моём вкусе и всё. То есть, если человек вам так ответил, то, скорее всего, вы ему не безразличны. Но по какой-то причине на сегодняшний день отношения с вами человек строить не хочет, да. Но вы не сказать, что вот не нравишься, да, потому что если бы вы конкретно не нравились, то ты мне не нравишься, ну, ты мне не симпатичен. Это совершенно другой, да, уже разговор. А вот именно дело про вкус, это такой вот 50 на 50. Вроде бы да, вроде бы нет. Вот я пока не решил или не решил. Поэтому вот к этой фразе, пожалуйста, не надо. Вот многие совершат ошибку, что они зацикливаются. Всё, я не в его вкусе, значит, я ни в чём вкусе, потому что у меня там волосы рыжие, или потому что я там толстый, худой, или потому что, может быть, я невесёлый, а может быть, у меня денег нету, поэтому я не в её вкусе или не в его вкусе. И вы на этом очень-очень сильно зацикливаетесь. Причём зацикливаетесь очень-очень серьёзно, что очень негативно влияет на ваши следующие отношения. Поэтому, друзья мои, на этой фразе не зацикливаемся. Просто должны понимать, что да, вы человеку не безразличны, но на сегодняшний день он не хочет строить какие-то серьёзные отношения. Поэтому не давите, пусть он подумает, поразмышляет, и, возможно, через некоторое очень небольшое время вы будете уже совершенно в другом вкусе. Что вы думаете по этому поводу? Часто ли вы слышали эту фразу? Обязательно пишите мне в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также вас всех жду в своём инстаграме. Ссылочка под описанием к этому видео. Вы переходите, регистрируйтесь, и мы с вами будем чаще встречаться и общаться. Я вам желаю огромной любви, огромной удачи во всех отношениях, страсти. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok